Где же, где же наш Павел Журавлёв из Украины? Февастопольский боец. Конечно, будем болеть за него всей душой, и он заслуживает самые лучшие поддержки. Великолепно он прошел полуфинал. На 25-й секунде нокаутировал Бенджамина Адагбуи. Восходящую звезду и любимца румынской публики. И Смайл Лонд, который... А вот и сувенир, вот и приз победителю. Ну, не девушке, а джип. И Смайл Лонд, который тоже нокаутировал, тоже очень быстро Себастьяна Чабану. И Смайл Лонд из Суринама. Ну, это Стойко. Андрей Стойко. Здорово тоже забоксировал. Нокаутом выиграл Исмайл Лонд. Финалист турнира Суперкомбат. Мелвин Менхоф его выводит. Выводит, но Лонд до ринга не доходит. То идет, то не идет. То назад, а то вперед. Вот даже пятится. Смотрит на свою команду, выручается и подпитывается этой поддержкой, энергией своих товарищей. Исмайл Лонд. Высокий. Метр девяносто пять. У Павла Жералева метр восемьдесят шесть. Почти десять сантиметров разница в росте. И разница в весе приличная. У Павла девяносто шесть килограммов. Исмаэль сто одиннадцать килограммов. Это значительная разница. Пятнадцать килограммов. Это, знаете, очень пудовая гиря практически. И эта пудовая гиря, она может быть заключена именно в перчатках. Именно в ударах. Ощутимо. Исмайл Лонд. Четырнадцать побед нокаутом из тридцати двух боев. Но это, да, мой тайские ритуалы. Павел слышит поддержку в зале. Финальный бой. По правилам Кей-1. Три раунда по три минуты. Бой тяжеловесов. Финал турнира Суперкомбат. Не торопятся боксеры в красном углу. И, да, табуретку нужно убрать. От греха подальше. Судьи на местах. Цезарь дает отмашку. Начало боя. Рефери сегодня солидный. Павел Журавлев. Украина. Черные трусы. Исмайл Лонд. Суринам. Ну и Голландия. Белые трусы с черным поясом. Меняет стойку Лонд. В правосторонней стойке попробовал Лонд потревожить Павла Журавлева, которого в бойцовском мире знают как Каймана. Да, понимают, что можно ждать от соперника. И тот, и другой. Поэтому без панибратства, без всяких залихватских штучек. Очень корректно боксирует Павел. Держит дистанцию. Печень. Голову. Значит, он и ниже Павел. Ну вот, за левой рукой правая, как контрил, как здорово. Коленом Лонд и в прыжке. Это хорошее средство разнообразить атаку. Лонд тоже обостряется. Он тоже может быть очень взрывным. Павел на удар ногой отвечает встречным с руки. Рефери предлагает слушать команду. Не самовольничать. Первый раунд получился таким. Немножко нервным. Помните? Скрипка и немножко нервно. У Маяковского. Да. Ну, может быть, доминированием не назвать то, что продемонстрировал Павел Журавлев. Но он был чуть поострее, чуть поразнообразнее и, как следствие, чуть более удачлив. Но Лонд тоже показал себя, если не во всей красе, то, по крайней мере, готовность быть опасным и контратаковать разнообразно. Так что бой обещает быть незаурядным и интересным. Если учесть то, что это финал, и на кону очень много стоит, я не имею в виду приз, а тот путь, который уже пройден боксерами, и вот пропустить случайный удар, оказаться в ауте, никто не хочет. Победа уже так близка и так заманчива. Этим и можно объяснить вот некую такую дополнительную осторожность по сравнению с предыдущими боями. Но бой – это стихия, она захватывает. Разве можно противостоять стихии? Разве можно противостоять своим инстинктам, своему характеру? Поэтому будьте уверены, бой возьмет свое. Пропускает Лонд. Лонд пропустил, чуть-чуть пошатнулся, но затем хорошо ушел в защиту. Павлу нужно быть на чеку, потому что колено Лонта – это нечто грозное, если не сказать страшное. Оружие, от которого очень сложно защититься. Уверенно ведет себя в бою Павел Журавлев. Меняет стоишку Лонд, вновь грозит левой рукой. Готов укусить в стиле Тайсона и пободать головой на манер Минотавра, но нет. Этим севастопольского парня не возьмешь. Аккуратнее, аккуратнее, Павел. Лонд никак не может подняться. Минуту боксировать во втором раунде остается. Да, вот таким ударом Исмаэль наказал Себастьяна Чабану. В лед сейчас бил очень хорошо Павел. Поймал момент, угадал. Есть чутье. Самое главное в бою – это иметь некое, как говорят охотники, верхнее чутье. И предугадывать. И Павел угадал, и бил. Но единственное, что не попал, к сожалению. А то бы в лед срезал. Это было бы очень эффектно. Исмаэль очень здорово раскачивает корпус, уходит в сторону. При этом бьет. Делает это нечасто. И тем опаснее становятся эти технические приемы. Не доволен собой, Лонд. Не все так идет, как он задумал. Кому девушка звонит? Подружке? Мама-то рядышком сидит? Или приятелю? Ну вот, колено. То, о чем я и говорил. Лонд умеет выбрасывать себя вперед, как из катапульты. Хорошо работает, Павел. Очень осмысленно, грамотно и технично. Соперник более высокий, более тяжелый и очень опытен. И, ко всему прочему, представитель голландской школы. Это не просто так. Третий раунд. Финал. Заключительный раунд. Но судьи могут и добавить. Правила Кей-1 позволяют добавить раунд. Лонд включает ноги. Великолепно. Контрудар в опорную ногу. Лонд рухнул. Идет вперед без удара. Что-то готовит. Что еще не придумал. А Павел не хочет рисковать излишне. Пока по очкам, на мой взгляд, он выигрывает. Но нужно более явно. Еще ногу включить. И проверить верхний уровень. Джебом двойным. Дотягивается. Чуть поактивнее. Не забывать про туловище. И ногой притормаживать. Чуть-чуть гасить. Да, вновь Павел опережает. Чуть-чуть опережает. Вот в момент перехода Лонда в атаку. Вот здесь его и встречать. Вот здесь его и наказывать. Минуту боксировать. Лонда в атаку. Лонда в атаку. Утомлен. Очень свеж. Павел. И вот этим нужно пользоваться. Чуть-чуть поиграть и поперебрасывать. Стуловище на голову. И концовочку выложится. Паша, давай. Так, наверное, нужно кричать. Весь Севастополь за тобой. Еще, еще, еще. Вот пойти чуть-чуть вперед и... Совсем немного боксировать. Да. Молодец. На мой взгляд, Павел выиграл этот бой. Лон с большим трудом удерживает руки. И, положив их на голову, очень устал. Ну что, сейчас, может быть, еще раунд. Или, судим, достаточно от того. Победа по очкам. Хороший бой провел Журавлев. Все делал очень рассудочно. Все делал очень выверенно. А Исмаэль, вот как-то он чуть-чуть сбавил темп. Чувствует себя победителем, Павел. И что, экстра раунд? Не удивлюсь я этому решению. Судьи хотят более внятного, скажем так, обоснования для принятия решения. И думают, я думаю, полагаю, о зрителях. А зрители хотят чего? Яркой и очевидной победы нокаутом. Ну что ж, хотите нокаут, будет вам нокаут. В прямом эфире мы становимся свидетелями этого интереснейшего турнира и его не менее интригующего завершения. Финальный бой. Бой за звание чемпиона турнира Суперкомбат. Тяжеловесы. Правила Кейван. Исмаэль Лонд. Суринам. Белые трусы. Павел Журавлев. Украина. Севастополь. Черные трусы. Лонд решает идти ва-банк. Ва-банк. Ох, как контратакует здорово Лонд. В сторону ходить. Паша не стоять. Соляным столбом. Смещаться. Еще, еще. Не без удара. Без подготовки не идти. Играть и обострять. Лонд чувствует угрозу. И вот на всякий случай бросает ноги. Без особого энергетического обеспечения. Так. Дежурные удары. А вот Павлу нужно на педаль газа немножко нажать. Да, двигаться. Не стоять. Ну, вот попробовать хотя бы повторить атаку. Начинает Павел. Лихо. Лонд как-то парирует. И потом выключается. Вот здесь на этом и поймать. Повторно взорваться. Продолжить. Ну, экономит силы Журавлев. Еще, еще. Добавить. Почти полминуты. Лонд не стоит на ногах. Павел, этим надо пользоваться. Вот сейчас провести резкую атаку. Слегка нарушена координация у Лонда после падения. Журавлев уходит от удара. Но сырой ринг и общая усталость мешают очень. Очень мешают, конечно. Лонд как-то покачивает головой. Не случилось ничего острого. Экстра раунд не изменил ситуацию. Я думаю, Павел выиграл этот бой. Ну, вот Сергей Олашенко поддерживает своего товарища. Ну, что, из Румынии в Украину Павел поедет на призовом джипе. А почему бы нет? С ветерком. Исмайль Лонд старался. Но сделал все, что мог. А мог он сегодня не очень много. Лонд остается лишь танцевать. Волнуется Павел, потому что всякие чудеса возможны. До сих пор актуальный вопрос о суде, кто. Лонд невозмутим. Итак, судейское решение. Все ждут с нетерпением. Ну и можно понять боксеров, которые уже слегка перевели дух. Главный приз. Три основных и один экстра раунд выявили победителя им по решению судей. Единогласным решением судей победителем становится Павел Журавлев. Ридна Украина. Наша... Наша родная Украина. Наша сестра. И наш брат Севастополь. Ну что ж, Павел, это было здорово. То, как он сражался этот год, кстати, очень хорош для Павла. И он растет. Напомню. 29 лет Павлу Журавлеву. Хороший возраст для профессионального бойца. В тяжелом весе можно еще долго выступать и успешно. Если, конечно, тренироваться вдумчиво и рассудительно. Да, мы чемпионы. Исмайл Лонд прекрасно провел полуфинал. Накутировал. Лихо. Себастьяна Чабану. Но в финале ничего не смог сделать с Павлом Журавлевым. А Павел достойно провел этот финальный бой. Павел, поздравляем с победой. Новый турнир для тебя. Суперкомбат. Конечно, очень тяжелый. Мы с Максимом второй раз. И второй раз он дает акса-раунд. Но я считаю, что я выиграл этот бой. Я считаю, что в этот раз судьи были правильные решения. Тем более у меня сегодня были небольшие сложности. Но два дня мы не могли вылететь из дома. И только сегодня, за три часа начала турнира, прилетел сюда. Поэтому, конечно, я очень рад. Ну да, Павел, конечно, и акклиматизировался. Отдохнуть толком не мог только сегодня. Он прилетел с корабля на бал, как и положено. Севастопольскому матросу закусил ленточки от бескозырки. О, забит Самедов. Я бы хотел сказать спасибо всем ребятам, кто сегодня боксил на турнире. Очень большое спасибо, особенно моим оппонентам, это Бенни Адукбуи и Измайлю Лонту. Я действительно считаю их сейчас новым поколением в К1. И я очень рад, что я сейчас на первой ступени среди них. Я надеюсь, видеть их в бою. Мне действительно очень симпатичнее, как бойцы. Измайлю Лонту и Бенни Адукбуи. Да, элита кикбоксинга, это как гордо бойцов К1. Это, на мой взгляд, это практически истина. С этим не поспоришь. Ну что ж, можешь забрать свой приз. Это всегда радостно и всегда приятно. Но сначала фото на память. Вот это праздничная суета. Ринг уже не место боя, а место встречи друзей. Это очень интересное ощущение. И кто был в таких ситуациях, тот меня поймет. Это, конечно, здорово, что Павел Журавлев, именно он, сегодня стал чемпионом турнира Суперкомбат. Он долго шел к этому. И вот, вполне заслуженно и сложновато будет в перчатках воспользоваться этим ключом. Павел и без ключа может несколькими ударами боксерских перчаток открыть автомобиль. Да, сейчас уже ничего не слышно. Но можно догадаться, что вопрос о призе, об ощущениях победителя, конечно, это всегда радостно, всегда это здорово. И, конечно, Суперкомбат расцвел, я бы сказал, буйным цветом, и это здорово. Ну что, большая машина для большого боксера. Это хорошо. Ну что, сохранится, конечно, этот формат. Суперкомбат будет жить. И вот, Эдуард Еремия, румынский промоутер, рад, что вот такой турнир получился, получился, что он выдержал испытания временем, испытания популярностью, и телеканал Евроспорт приложил к этому свою руку. Ну что ж, встретимся, встретимся в новых выпусках Бойцовского клуба. С вами был Старислав Голованов. До новых встреч, друзья. Всего вам доброго.